Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в лектории «Прямая речь» на лекции нашего любимого друга Олега Насобина. И мы только что завели новую тему. Она называется «Рубенс как машина» 9 октября в 19.30. Мы вас ждем. Олег еще более детально осветит эту тему. И мы продолжаем наш уже восьмой сезон лектории. Приходите к нам на наши замечательные лекции, приводите детей, все программы в распечатке на афише. Олег Насобин. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо всем, кто пришел, как всегда. Ну вот сразу меня попросили сказать, Татьяна попросила сказать о следующей лекции «Рубенс как машина». Действительно, Рубенс человек необычный. Он, в общем, с моей точки зрения, обладает такими чертами андроида при матюре. Поэтому я и назвал эту лекцию «Рубенс как машина». И особенно интересно посмотреть на этюды Рубенса. Потому что Рубенс создал такую индустрию, которая произвела, в общем, более тысячи полотен разного размера, преимущественно больших. А человеческая часть Рубенса самого, вот этот вот феномен, он раскрывается как раз при изучении или рассмотрении его этюдов. И вот об одном из самых интересных этюдов, на мой взгляд, мы как раз и поговорим на следующей лекции. И через это, вот через взгляд на его, на этюд, мы попробуем познакомиться с Рубенсом поближе, понять его и увидеть этого интересного человека под необычным углом зрения. Поэтому, если будет для этого возможность, я бы рекомендовал всем 9 октября появиться в этом зале, и мы с удовольствием обсудим эту тему о Рубенсе. А сегодня лекция у нас необычная, мы не будем говорить о конкретных художниках, хотя все-таки будем упоминать и шедевры, и будем упоминать и какие-то имена, в том числе имена наиболее значимые в истории изобразительного искусства. Но, тем не менее, эта лекция больше направлена на лайфхаки. Это лекция о том, как покупать и как покупать хорошо, чтобы не было потом обидно за совершенные поступки. Вот на первой иллюстрации здесь мы наблюдаем картину китайского художника Лю Джуань. Вообще-то здесь изображена статуя свободы, вокруг которой радуются коммунисты всех мастей и, так сказать, антиамериканисты всех мастей. Но если это включить в воображение и представить себе, что здесь лежит, например, не статуя свободы, которая символизирует здесь, очевидно, Америку, а, предположим, работа XIV века, Джотто, скажем, вера его, то мы в этом случае видим сильных мира сего, которые наблюдают и которые каким-то образом соотносят себя и сгрудились вокруг работы именно искусства, и искусства старых мастеров. Что я этим хотел сказать? В жизни каждого человека наша матрица или наш проявленный мир так устроен, что в жизни каждого человека, если он прогрессирует, наступает тот момент, когда он начинает интересоваться произведениями изобразительного искусства. О причинах этого явления можно рассуждать. Эта тема сама по себе очень глубокая и интересная. Но сейчас мы скажем об этом как о данности. То есть если вы прогрессируете в материальном плане, если вы строите карьеру, прогрессируете в системе, в пирамиде или в иерархии власти, если вы прогрессируете даже в духовном плане, то вы неизбежно приходите к тому, что вас интересует изобразительное искусство и возникает желание купить. Не каждый из тех, кто интересуется, становится коллекционером. Но все-таки многие из нас проходят через эту необходимость приобретать произведения искусства. И потом те, кто становится настоящими коллекционерами, они в свою очередь также эволюционируют. И коллекционер приходит к музею. Он или дарит свои коллекции в музей, или сам создает из своих коллекций музей. Дело в том, что в теории музейного дела известно, что коллекции музейные отличаются от коллекций частных, или собрания музейные отличаются от частной коллекции тем, что своей системностью, если в музее они структурные, то у коллекционеров они предполагаются, или по определению они не структурные. То есть коллекционер покупает их более хаотично, чем в музее, у него нет четкого плана. И в этом состоит различие между вот таким коллекционерами, собирательством. Поэтому сегодня лекция будет о том, как правильно купить, где купить и каким образом купить. В моей парадигме, потому что взгляд, заданный самой темой лекции, будет сегодня субъективным, даже более субъективным, чем обычно, я буду говорить о том, как я это вижу. И я не претендую на стопроцентную правоту, просто делюсь с вами своим опытом и своим взглядом на жизнь, своими мыслями. Вот в моей парадигме все изобразительное искусство делится на две огромных части. Это искусство старых мастеров и искусство нестарых мастеров. Для искусства нестарых мастеров не существует какого-то термина определенного. Поэтому в рамках нашей сегодняшней лекции мы будем это искусство называть искусством новых мастеров. Граница проходит четко, это середина 19 века. Вот все, что до середины 19 века мы считаем искусством работами старых мастеров, все, что после середины 19 века мы считаем искусством новых мастеров. Если бы меня спросили, к чему я отдаю предпочтение, я затруднился бы с ответом на этот вопрос. С одной стороны, я историк искусства, а искусством старых мастеров занимаются именно историки искусства. И мне это по профилю. С другой стороны, мне просто интересен этот язык новых мастеров, и мне интересно, мне просто вот то общение, которое может происходить в нашей парадигме, в парадигме, в которой мы живем сегодня, и художник, и зритель, мне оно тоже крайне привлекательно, и поэтому нельзя отдать однозначное предпочтение, даже находясь на профессиональной точке зрения моей. Даже из этой точки нельзя отдать предпочтение однозначное старым мастерам перед новыми или новым мастерам перед старыми. И вот здесь я сопоставил две картины. Одна из них это Дюрер, Святой Иероним, а другая вот эта картина, это совсем недавно ее создал Бэнкси сам лично, это оформление отеля. И вот два полицейских, которые здесь, полицейские с арабским хулиганом бьются подушками. Возникает сразу же вопрос, насколько вообще тема охоты на произведения, на шедевры старых мастеров, насколько это актуально? Если скептически глянуть на эту тему, то можно сказать, что неужели за несколько десятков или несколько сотен лет интереса к старому искусству, неужели не все на рынке еще куплено и нашло свое место в музеях или в частных коллекциях? Ответ однозначный. Нет. Не все. Сегодня мы живем как раз в момент переломный, в такой момент, когда на рынке появляются произведения старых мастеров, настоящие шедевры. И более того, уже известные шедевры или атрибуции музейные пересматриваются. Искусствоведение вообще наука молодая, поэтому ее отчет можно начинать с 19 века. Но наши, так сказать, предки не обладали теми инструментами, которые есть на сегодня в руках современных исследователей. Мы очень далеко продвинулись по сравнению с нашими предшественниками в материаловедении. У нас новые инструменты познания или обработки материалов в архивах. Оцифрованный архив и доступный исследователю с помощью искусственного интеллекта дает гораздо больше возможностей для атрибуции, для изучения, для познания картин. И, соответственно, мы могли бы ожидать, что в настоящий момент должно произойти, вот на этом переломе, когда мы от знаточского искусствоведения, то есть искусствоведения знатоков, переходим к искусствоведению, можно сказать, объективному, построенному на объективных научных методах познания, вот в этот момент мы должны вообще по-новому взглянуть на многое, в том числе на коллекции наиболее известных даже музеев и тех, которые у нас на глазах. И здесь, вот на этом слайде я показываю, что просто обычный запрос в Гугле по теме «найдена неизвестная картина» вот дает такой сразу же список. Этот список бесконечный, он там, по-моему, миллионы ответов на запросы, конечно, некоторые повторяются, но, тем не менее, картина ясна. На рынке постоянно, это никакая не сенсация, когда на рынке постоянно находятся шедевры. И вот я утверждаю, что, по идее, имеет смысл каждому из нас, из людей, которые интересуются искусством и имеют для этого достаточные материальные возможности, у каждого из нас есть возможность охотиться на эти шедевры старых мастеров и находить их. И вот сегодня я поделюсь своими некоторыми знаниями и навыками в этом деле. Прежде всего, где искать? Речь еще раз идет о старых мастерах. Конечно, старые мастера, европейские мастера, лучшее место для покупки – это Европа. Вот здесь карта Европы. Опять же, мое субъективное мнение, что лучшее место для покупки старых мастеров – это Франция. Посмотрите, я не знаю, тут вот, да, есть указка. Вот она, вот это Франция. Во-первых, само географическое положение, это как бы мы ни говорили, если Чехия или другие страны называют себя постоянно центром Европы, но на самом деле центром Западной Европы все-таки выступает эта Франция. Вот здесь это на карте видно. Во-вторых, Франция и Италия. Но из этих двух стран Франция и Италия я выделил бы все-таки Францию. Италия, потому что это действительно такая территория, на которой в течение многих столетий, тысячелетий, накапливалось колоссальное количество сокровищ, в том числе сокровищ изобразительного искусства. И сегодня 60% всех объектов ЮНЕСКО находится в Италии. Поэтому, конечно, Италия могла бы выступать как страна, в которой следует развернуть наши сети для поиска шедевров. Но с моей, опять же, субъективной личной точки зрения, Франция далеко впереди по своему потенциалу для коллекционера. Чем это вызвано? Дело в том, что, начиная примерно с 15-го столетия, с конца 15-го столетия, Франция постоянно вела захватнические войны. И захватнические войны, в том числе и в Италии. Конечно, солдатня, когда занимала город, солдатня, она получала по установившимся правилам, она имела три дня на разграбление. Само собой, картинки их не должны были привлекать. Но, поскольку сам король, здесь на иллюстрации мы видим короля Луи 12-го, французского, поскольку сам король, начиная с Луи 12-го и последующие за ним французские короли, интересовался изобразительным искусством, и, заняв Милан, пытался даже отделить от фреску Леонардо да Винчи, известную нам как «Тайная вечеря», и увезти ее во Францию, у него ничего не получилось. И, соответственно, ближайший круг его окружения уделяло особое внимание произведениям изобразительного искусства. То и это поведение копировали командиры его частей и, соответственно, солдаты. Поэтому очень многое, очень многое из Италии было при входе вот этих войн вывезено. Кстати, итальянцы до нашествия французов на своей территории, они постоянно вели междоусобные войны. Но эти войны были смешными, можно так сказать. Это ходили наряженные красиво солдаты с барабанами, стучали туда-сюда, может быть, кого-то ранили время от времени, кого-то там немножко побили, кому-то там ограбили. Настоящих зверств не было. Это только с приходом французов они узнали, что такое настоящие войны. Что такое кровь, горе и грабежи. Вот. Поэтому какое-то количество произведений искусства, оно из Италии поступало во Францию через захватнические войны, но также было, и Франция была богатой страной, поэтому и королевский двор, и окружение королевского двора, более такой расширенный круг людей, интересовалось итальянскими искусствами, приглашали к себе итальянцев и покупали у итальянцев много интересного. Далее, что произошло во Франции? Там произошла Великая революция французская. Что такое Великая французская революция? Мы, с одной стороны, можем говорить, что она дала нам определенные права человека, она дала нам конституцию, она дала нам серьезные социальные подвижки, но если мы посмотрим с точки зрения коллекционера, это была череда ничем не ограниченных грабежей. И вот здесь мы видим на этом произведении, как вот здесь грабят, видимо, это королевская кровать, потому что вот корона с дугами и с лилией наверху, корона с дугами – это прерогатива или знак королевской власти. Поэтому здесь мы видим, как вот чернь грабит святая святых, то есть спальню короля. Но тут, видимо, Марии Антона нет, вот так нарисовано ужасно, или служанка какая-то. То есть, точно так же, как у нас после революции 17-го года или 18-го года в ходе гражданской войны грабили господские поместья, точно так же и во Франции. Грабили архивы, салоны, грабились дома, и какие-то картинки оказались в руках людей, которые не понимали их ценности. И вот эти картины, которые хранились во Франции, поскольку это древняя страна с очень древней культурой, соответственно, цикл появления или перемены места обитания той или иной работы, того иного произведения мог занимать не десятки, а сотни лет. Все это происходило медленно. И поэтому сейчас вполне возможно, что вот эти неопознанные, когда-то утерянные во времена Французской революции или других претурбаций, которые там происходили, картин или произведения искусства всплывают во Франции. Еще одна причина, почему во Франции следует искать произведения искусства, состоит в том, что не налажено, вернее, состоит в проблемах, связанных с искусствоведческим корпусом, связанных со сложностью получения хорошего сервиса в экспертизе. Вот об этом я сегодня буду говорить, и у меня разговор будет острый. Вот здесь эта фотография, она взята из Люфи Гаро. Здесь из статьи, статья рассказывает о том, как около 50 специалистов из дома Друо были отданы под суд, и из них несколько комиссар-призеров были осуждены к уголовным срокам. То есть, что такое комиссар-призеры? Это особые люди, которые в данном случае имеют отношение к продажам произведений искусства, и те люди, которые играют роль нечто вроде нотариуса. Поэтому само по себе, когда обвинения, которые были выдвинуты против так называемых красных воротничков, Коль Руж это называется, само это событие очень необычно, оно шокирующее. Но вот еще раз хочу сказать, что вот этот процесс и другие процессы, которые состоялись раньше или позже процесса с Коль Руж в доме Друо, они подтверждают, что этот рынок или эта сфера деятельности человеческой во Франции, она чрезвычайно криминализирована. Это беда. Раз она об этой криминализации, ее последствиях и влиянии на восприятие произведений искусства, мы поговорим еще чуть позже с примерами. Вот смотрите. Когда несведущий в произведении искусства человек, он обнаруживает у своей бабушки или даже не обнаруживает, просто приходит в такое время, когда бабушка скончалась, и у него появляется необходимость разузнать и выяснить все, что касается своего собственного наследства, ему в руки попадает какое-то произведение, которое он считает ценным. Он несет его прежде всего куда? Он его несет к эксперту. Поэтому мнение эксперта, если это мнение эксперта еще подтверждено мнениями других экспертов, для несведущего человека чрезвычайно важно. Оно для него решающее. Решающее для судьбы картинки, которая у него находится в руках. Потому что или он будет ее продавать дешево, или он ее будет продавать дорого, будет он дальше настаивать на том, что у него в руках находятся сокровища. Или он смирится с тем, что к нему в руки попала какая-то вещь, которая не стоит больших денег. Вот поэтому мнение эксперта решающее. Но кто эти эксперты? Вообще в Европе, и эта тенденция сейчас просматривается и в России, и особенно это соблюдается во Франции, существует две группы экспертов. Эксперты так называемые академические и эксперты так называемые коммерческие. Разница между ними состоит в том, что академические эксперты, это хранители музеев, это университетские сотрудники, вот этим экспертам не разрешается, законодательно запрещено, высказываться о работах, которые находятся на свободном рынке. Они не имеют права говорить эти работы, высказывать свое мнение. Единственный случай, когда академические эксперты высказывают свое мнение, и то это мнение они высказывают не владельцу работы, а Министерству культуры, происходит, когда владелец работы обращается в Министерство культуры французское для получения так называемого сертификата культурного объекта культуры. И вот в процессе выдачи этого сертификата произведение должно быть осмотрено, и оно осматривается академическими экспертами, но академический эксперт делает это с каменным лицом, не давая понять клиенту или владельцу, ценная у него работа находится в руках или нет. Потом академический эксперт сообщает свое мнение Министерству культуры, и Министерство культуры в зависимости от решения эксперта, оно или объявляет эту работу возможным национальным достоянием, и в таком случае запрещает ее вывоз и пытается ее выкупить, или выдается этот сертификат, который выдается для того, чтобы уже работа свободно циркулировала, как говорят французы, то есть свободно могли ее вывозить. Еще раз, существуют академические эксперты, которым нельзя высказываться о работах на рынке присутствующих. Есть коммерческие эксперты, которые открывают собственные так называемые кабинеты, то есть предприятия, индивидуальные, по-русски это будет ИП, индивидуальные предприятия, и оказывают услуги по экспертизе. Среди них, среди этих экспертов есть значимые, есть менее значимые. Так вот, и те, и другие имеют только одного врага в природе. И академические эксперты, и особенно коммерческие. Ни коммерческим экспертом, ни академическим экспертом не страшен никто, кроме другого эксперта. Ну представьте себе ситуацию. Вот создалась такая ситуация, когда взяли эксперты по предварительному сговору, например, обманули клиента. Видят, что картина действительно ценная, но они ее объявляют неценной, и в результате человек, который лишается своего богатства или части ее. Что произойдет, если он обратится в суд? Даже если суд возьмет этот иск к рассмотрению, и даже если этот потерпевший доживет до суда, который когда-нибудь состоится, и вот этот суд состоялся, и что сделает судья? Судья, для того, чтобы вынести решение, спросит мнение другого эксперта. Поэтому, если другой эксперт не будет свидетельствовать против первого эксперта, то тогда виновных вообще не будет. Отсюда же вывод такой. Что если два эксперта поссорятся, то не выиграет никто. То есть Иван Иванович будет говорить, что Петр Петрович плох, но Петр Петрович будет говорить, что Иван Иванович плох, и поэтому и тот, и другой потеряет клиентов. И слава Богу, у каждого из этих экспертов есть на что указать, и у каждого есть масса ошибок. Поэтому эксперт, академический или коммерческий, он боится другого эксперта. Коммерческие эксперты боятся на 50% друг друга, и еще они больше всего боятся академических экспертов. А академические эксперты боятся своих коллег. Таким образом, мы видим, что все эксперты, если вы занимаетесь произведениями искусства, реально существуете на рынке, то вам необходим корпоративный сговор. Это необходимость для вас. И этот корпоративный сговор не должен быть такого характера, что вы собрались, вот как мы сегодня в этой комнате, и сказали, давайте же все-таки решим наши проблемы, и голосуйте кто за то, чтобы вот пункт первый, пункт второй, пункт третий, потому что это никогда не работает в сети декларации. Нужен такой сговор, который работает, который железобетонный. И такой сговор действительно существует. Вот эта пирамида экспертов существует безотказно, там нет ошибок никаких. Она построена по принципу средневекового цеха. И вот этот цех тщательно поддерживается. Но этот сам по себе цех, вот этот корпоративный сговор, он не может существовать сам по себе в вакууме. То есть эксперты не обладают такими организационными способностями, чтобы все организовать. Поэтому вот этот вот сговор, он существует на платформе. И эта платформа, в настоящий момент, это мальтийский орден. Именно я не говорю, что мальтийцы плохиши в этом отношении. Я не говорю, что они занимаются плохими делами. Просто так получается, что наиболее, так сказать, влиятельные эксперты, они имеют однозначные связи с мальтийским орденом, а вся пирамида, которая выстроена экспертоведческая, она обязывает экспертов снизу информировать экспертов, которые сверху. Ну что такое сверху? Это по каждому делу, вот, например, там, я не знаю, возьмите Николай Пуссен. У него обязательно есть человек, который вот самый главный по Николаю Пуссену. И все эксперты, кому бы в мире, кому бы вы не обратились, в какой стране бы вы не пришли, ему позвонят для того, чтобы узнать его мнение. И если он эту работу уже знает, он сразу, о которой идет речь, он сразу сориентирует в правильном направлении. Понимаете? У вас будет ощущение, что вы работаете, говорите с разными экспертами, но на самом деле вам будут говорить одно и то же все, чаще всего. Противоречий, если вы объективно взглянете на мир, то вы тут противоречий найдете редко. Так вот, а теперь смотрите, в тот момент, когда существование вот этой пирамиды, оно строится на взаимной лояльности, то профессионализм становится ненужным. Вы можете принять любое дурацкое решение, самое главное, чтобы вы не противоречили друг другу, и чтобы был консенсус. И поэтому в этой пирамиде существует сейчас, если посмотрите, вот был какой-то человек, он себе сделал имя, а теперь за него, он состарился, а теперь за него его внучек, который вообще из другого мира, который не видит, не понимает. Но он все равно гениальный эксперт, потому что он занял дедушкино место. И дальше мы посмотрим конкретные примеры, которые иллюстрируют мои тезисы. Так к чему это приводит? К тому, что неопознанный шедевр, вот вы нашли неопознанный шедевр, и вы принесли его к эксперту, а он его не видит, он не понимает. Он в бабочке, он очень красив, этот эксперт, ну просто, ну загляденье, у него речь замечательная, там все манеры аристократа, вы просто сидите и думаете, ах, какой человек, вы просто, вот какое чудо. Ноль. Не поймает ничего. И в результате работа просто продается или теряется. Сейчас мы это увидим примеры. Так вот, бедолага наш, которого бабушка скончалась, который стал, не продекларировал в налоговую инспекцию, что у него есть картина, она висела на стене, что она ценная, он ее считает. Он понес ее к эксперту, эксперт на нее посмотрел глазом, сказал, ерунда. И этот человек пошел к другому эксперту, ему другой эксперт сказал, ерунда. И после этого, что делать бедолага? Он ее несет на одно из мест продажи. Вот сейчас мы переходим к местам продажи. Где продаются вообще картинки в той же Франции? Мест четыре основных. Вот проще сравнить их с самолетами. Лоу-кост, эконом-класс, бизнес-класс и первый класс. Ну и еще вот правит джет, самолеты личные. Сколько получилось? Пять. Ну вот пять, значит. Первое, самое низшее, то есть лоу-кост, это так называемый вид гринье. Рекомендую к посещению, хотя для этого нужно иметь, это нужно любить. Что такое вид гринье? Дословно с французского языка в вид гринье переводится как опустошение чердаков. Ну так оно и так и есть, это опустошение чердаков. То есть берут весь хлам, который у тебя был на чердаке или в подвале, и в определенный момент, это бывает в каждом городе во французском, в определенный момент, в самом дешевом месте, в самом непрезентабельном виде, все вот эти шмотки выкладываются, это практически старье, всякие обветшалые игрушки, кроссовки протертые до дыр, обломки лыжи и так далее. Вот такая вот, и вот так это выглядит. Вот здесь мы наблюдаем этот вид гринье. Что мы здесь, внимательный зритель своим взором отметит, что вот здесь есть, видите, вот это такой павильон, в котором внутри стоят тележки для супермаркетов. То есть это паркинг, воскресенье, паркинг возле супермаркета. Платить никому ничего не надо, мэрия просто объявляет, что там будет вид гринье, туда приходят все энтузиасты, которые желают что-то продать, и вот свои пожитки, которые стоят буквально копейки, они там это вываливают. И вот среди этого ходить надо, бесполезно это делать в Париже. Я сразу скажу, что в Париже, вот с моей точки зрения, это место, где вы ничего никогда не найдете. То ли там глаза есть у людей, у достаточно много профессиональных. То ли еще по какой-то причине. А вот в небольших, средних и малых французских городах это роскошное место, где вы можете найти очень интересные вещи. Конкретный пример. Вот эта работа, она, это часть нашей коллекции, она куплена за 5 евро. За 5 евро. А эта работа, она еще и к тому же подписана, это 773 год. Три грации. Вот судя по всему, мы будем говорить о рисунке, что такое рисунок. Смотрите, как держат спинку, как у нее свободная рука. Эта девушка рисует. Вот эта девушка вышивает, а эта читает книгу. Смотрите, какие у них позы безупречные. Какие у них безупречные пропорции. Мы видим углубление, перспективу. То есть это рисунок большого мастера. Это рисунок, я не могу утверждать на 150%, что это фрагонар, но это поскольку это Грасс, и поскольку это его стиль, и поскольку эти фигуры, я не, вот эту надпись, я не смог разобрать ее полностью. Я могу разобрать только датировку, и французы не могут, потому что очень мелко так написано, что. Но в общем, это работа великолепного мастера. И, конечно, она не стоит 5 евро. Она стоит гораздо больше. Когда она продавалась, эта работа, она была упакована, вернее, ну, представьте себе, вот как вот советские серванты, да, были серванты ДСП, да, это называется, вот с такой искусственной, с искусственным покрытием, шпоном. И вот на такой вот шпон служил для нее как рамкой. Оно туда было пришпилено и обычным стеклом придавлено. Выглядит это ужасно, но внутри-то картинка, которая с 18 века. Просто человек, который ее продавал, там главная проблема была, чтобы когда ты ее покупаешь, чтобы он не забеспокоился. В этом была проблема, чтобы ее купить. Поэтому вид Гринье, это серьезно, и там надо бывать, если вы охотитесь за произведениями искусства. Правда, никто не может вам гарантировать, что вы там при 10-20 осмотре вот этих вот, вот этих мест, найдете себе обязательно шедевр. Но там они встречаются. Они там встречаются чаще, чем вот здесь, на блошиных рынках. Мы почему-то думаем, у нас все в голове, что надо искать произведения на блошиных рынках. Там нет ничего, а если есть, то там цена очень реальная. То есть там диапазон цен, например, 2-3 тысячи долларов, евро, то есть и в районе 500-1000, то, что там продаются картинки, они очень правильно оценены. И там шедевров таких, которые бы превышали реальную оценку, вы вряд ли найдете. Это, как я уже сказал, по сравнению с вид Гринье, это следующий класс. Браканты существуют на специальных отделенных, выделенных местах. И там очень хорошо покупать ложки серебряные, что я вам очень рекомендую. Ну, прекрасные серебряные ложки, старые хрустали, вот эти, не знаю, наборы всяких там чашек, этих бокалов, графинов, всевозможные, бокару там покупать недорого. Это можно. Вот для этого он там, лучше места и нет. Но только не произведение искусства. Я за всю свою карьеру не купил там ничего ни разу, что можно было бы оценить дороже, чем те деньги, которые я за них отдал на блошином рынке. И особенно вот там есть гигантский блошиный рынок под Парижем. Все туда ездят, все туда там тратят деньги, все там бродят и никогда ничего там ценного не покупали и ничего не находили. Следующая категория. Вот это золотая жила, золотоносная. Это салон антикер или антикварный салон. Эти салоны, они бывают большие, бывают маленькие, но даже небольшие города, особенно на Лазурном берегу, их не только антипский салон. Есть маленькие города, в которых они проходят тоже регулярно. Вот там бывать обязательно надо. Вот он выглядит примерно так. Уже видите красная ковровая дорожка, вот ячейки, в этих ячейках выставлены приличные картинки какие-то. Но, к сожалению, как я уже сказал, из-за того, что экспертиза находится в упадке, очень часто на этих неправильно атрибутированные работы можно найти и неправильно оцененные. Мы к этому еще раз придем. Вот я начну с примеров. О Челлине вы знаете уже, но не только Челлине, суд человек. Вот это, например, вот эта вот работа была приобретена тоже на одном из таких салонов. И этот рисунок, так как вы видите, выполненный красной сангиной, он носил надпись «Дель Сарта» сзади. Вот просто на этой бумаге была просто надпись «Дель Сарта». Но поскольку это не «Дель Сарта», вот как работает мозг. Вот написано «Дель Сарта». Но мы скептически к этому относимся, присмотрелись. Нет, это не «Дель Сарта». Но раз не «Дель Сарта», значит, цены у него нет. А то, что это Рафаэль, никому и в голову не пришло. Смотрите. Я после того, как приобрел эту работу в компании «Сильвани Бранс». Это один из самых лучших реставраторов Франции. Мы с ней сотрудничали. Она реставратор, который долгое время работала в Лувре. Она также выполняла заказы и нашего Эрмитажа. Человек очень уважаемый. У нее собственная лаборатория. Она одна из немногих, кто делает материологический анализ, делала, потому что она уже сейчас пожилой человек. Материологический анализ в Париже. И вот вместе с этой, с «Сильвани Бранс», я и с этим рисунком, потому что понимал, что мы приобрели что-то очень ценное, но у меня не хватало собственного. Во-первых, я не хотел этого делать. Во-вторых, я хотел послушать других специалистов, что они скажут. И мы вместе с ней, я ее попросил отнести его в моем присутствии вот к этому милому человеку. Его зовут Брюно. Если бы по правилам французского языка произносить его фамилию, то будет Дебезе. Но его произносят Бейзер. Брюно Дебезер. Это главный специалист из коммерческих экспертов в Париже по рисункам. Рядом находится его племянник, который вот сегодня, его зовут Патрик, вот этого Брюно зовут, а этого зовут Патрик, молодой. Вот сейчас он главный специалист по рисункам в Париже среди коммерческих экспертов. А Брюно до этого был непререкаемым авторитетом, но сейчас он отдалился на покой, передал вот свои борозды вот Патрику. Но я имел дело еще с Брюно. То есть пришли мы туда вдвоем, нас приняли, мы поднялись на третий этаж, его там, где он принимал, а он нас смотрел этот рисунок, и он на нем, он сказал, что это неинтересно. Ну то есть он его определил 18 веком. Я, как и вы, вам рекомендую не спорить с такими экспертами ни о чем. Я ничего не сказал, просто поморгал глазами, и мы ушли в Освояси. Этажом ниже находится, я не хочу называть имени, другой эксперт, которому, в принципе, они работают так. К этому отнесли, он сказал нет. Тот пошли вниз, тот сказал тоже нет. Ну и вот теперь два эксперта сказали нет. А то, что они перестукиваются по батарее, это никому в голову не приведет. А теперь смотрите, фокус. Вот эта работа 1504 года, я не согласен, что это 1504 год, я предполагаю, что это 1506 и позднее. Но неважно, вот в истории искусства это 1504 год. Это дюрер. Смотрите этого человека, видите? Вот он. Сравните с этим рисунком. Это одно и то же лицо. Стилистический, по крайней мере, ты на основании стилистического анализа не можешь утверждать, что это 18 век, потому что элементарно вот эта работа, она начала 16 века, дюрер. Но и это еще не все. Смотрите дальше. Это гобелен Рафаэля. Это последняя работа Рафаэля. Она находится, это 1523 год. Он соткан в Бельгии по рисункам уже умершего Рафаэля к этому моменту. Вот он. Ну, тут более большой фрагмент. Это называется Скуолану. Скуолану, да. И он находится в Ватикане, хранится этот гобелен. Называется он «Поклонение волхвов». Вот они все три красавца. В истории искусства неизвестно до сих пор. Вот сейчас то, что я вам говорю, это мое открытие. И оно вот здесь очевидно. Вот эта работа и вот эта работа. Обе этих работы. Это музейные работы, музеифицированные. То есть они находятся в музеях. Вот это находится, по-моему, в Нюрнберге. А вот эта вот работа находится в Ватикане. Никто никогда не замечал, что это лицо, что они между собой связаны. Это само по себе большое открытие. Но если мы между ними вставим еще вот этот рисунок, который здесь существует, это вообще бьет все рекорды. И это очевидно. Для этого не надо быть экспертами. Еще раз. Светила не видят. А мы с вами видим. И так постоянно. Это не единственный случай. Это норма. То есть я вам хочу сказать, что искусствоведение... Я буду приводить другие примеры, для того, чтобы это было наглядно. Значит, я еще раз. Я не буду утверждать, что это Рафаэль. Тем более на этой лекции. У меня для этого недостаточно времени. У меня для этого недостаточно здесь сейчас аргументов. Публика здесь не подготовлена для научного спора или оппонирования. Это было бы легко. Но я вам, по крайней мере, говорю, что смотрите, поскольку очевидно вот эти все три произведения заслуживают колоссального внимания, эта тема не может быть просто так вот отброшена со стола. И мы потом будем говорить, как мы оцениваем хороший рисунок от плохого рисунка. Что такое профессионализм. И вот не заметить вот это, это означает расписаться полностью в своей профессиональной непригодности. Это не больше, не меньше. И мы увидим дальше подтверждение. Вот эта работа. Тоже, раз уж мы об искусствоведах заговорили, это вообще история, это называется, работа называется «Портрет девушки в ренессансном платье». В 1998 году, в далеком, эта работа была продана на аукционе, на аукционе Содби. Она была продана за 18 или 19 тысяч долларов, если мне не изменяет память. Но жизнь прекрасна. И вот этот человек, главный по Леонардо да Винчи в мире, главный, его зовут Мартин Кэмп. Он утверждает, что он нашел на этой работе отпечаток Леонардо да Винчи. Она сделана на пергаменте. И это Леонардо да Винчи и есть с его точки зрения. Цена немедленно подскочила до 150 миллионов. Однако, за кавыка, в Шотландии отбывает заключение один очень приличный человек, который говорит, что это его работа. Это кассирша Сьюзи. И так оно и было подтверждено. Значит, переходим к следующей категории. Это у нас от салона Антикер. Мы переходим к аукционной торговле. Аукционная торговля бывает публичная, непубличная, то есть закрытые аукционы, открытые аукционы. И бывают продажи вне аукционной, то есть по своим продажам. И вот там самая Микотка и есть. Потому что улица, которая называется, которая в Лондоне, на которой расположены три крупнейших аукциона, это улица Бонд-стрит. И там аресты, как в 37-м году сейчас. Джентльмена спрашивают, как так получилось? Почему разница в оценках составляет много миллионов? И почему техническими методами контроля их оценки, которые были им даны или продажи, не состоятельны? Следующий уровень, это вот бизнес, уже этот личные джеты, это вы видите здесь господин Рыболовлев. Я, кстати, не как Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев, я никак, это и не профессионально, и не моя цель, я никак не выражаю к своему отношению ни к его личности, ни к его капиталу, ни к чему, потому что он коллекционер в данном случае, и он опирался на помощь и сервис человека швейцарско-французского происхождения по имени Ив Бувье. Уважаемый человек в пирамиде искустоедов, Ив Бувье. Ну и вот, Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев из двух миллиардов, потраченных им на произведение искусства, судится на счет одного, вот с этим человеком, с Ивом Бувье. Вот особенно достижение, которое нас всех мотивирует на подвиги, вот Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев купил работу Леонардо да Винчи, так называемого, вот эту, которая называется Сальватор Мунди, спаситель мира. Эта работа, конечно, признана, извините, я перелистаю, вот этим человеком, Мартином Кемпом и вообще остальными другими искустоедами. Более того, она выставлена была в National Gallery в Лондоне. Выставка прошла, она там выставлялась, эта работа. Только один человек из вот этого, из круга самых высших искустоедов не оскоромился. Его фамилия Педретти, но он оскоромился на другом. Так вот, это произведение не могло состояться. Оно, во-первых, оно не выдерживает с точки зрения провинанса критики. Во-вторых, оно не выдерживает критики просто со стилистической точки зрения. Если у меня будет возможность и время, и повод предоставить аргументы, я их с удовольствием предоставлю. Но мы уже сегодня будем говорить о тех отличительных особенностях, о критериях оценки произведений старых мастеров, которые вам самостоятельно, уже зная, имея вот эти критерии оценки, вы сами посмотрите на эту работу и поймете, о чем я говорю. Просто с точки зрения провинанса, поверьте мне, что Луи 12-й никогда эту работу не заказывал и никогда она для него не была сделана, просто потому, что это было невозможно физически. Так вот, о чем идет речь? Вернемся. Мы начали с того, что почему искать во Франции. Во Франции на произведения искусства на рынок поступают и их не видят. Более того, не то, что коммерческие эксперты их не замечают, вот тот же самый волх, вот эта голова волхва, вот она, мадам Бранс, после того, как вышла от светила Брюна, она не смирилась с этой оценкой и она, поскольку она настоящая француженка, патриот Франции, она выманила у меня эту работу под предлогом, что ее нужно обязательно отреставрировать, я ей запретил реставрировать, потому что я вообще против реставрации, если можно их не реставрировать, что-то нет причин, но она меня выманила, что ей надо сфотографировать еще, но я понял, что ей очень надо, и поэтому уж как она меня не убеждала, я согласился с ее аргументами и эту работу отдал, потому что там нет такого между нами недоверия, чтобы за нее переживать. Она получила эту работу и она ее отнесла в Лувр, специалистам в Лувр, в Лувре ее специалисты, это отдел особый, они держали эту работу в течение месяца, что-то у них были какие-то идеи, может быть, что-то казалось, что-то тут не так, ну в результате ее вернули, так и не опознав, выдали на нее сертификат и вот мы теперь можем поздравить. Вот этого ничего они не заметили и как бы никакого движения здесь не произошло. То есть о чем я хочу сказать, неправильно было бы думать, что обращаясь, что вот коллекционеры, они изначально или даже люди, вот любители, которые в настоящий момент могут себя с помощью литературы и открытых курсов или вот той информации, которая нам в сети сегодня предоставляет, новое время, новые возможности, что мы все и вы и я, мы должны заранее склониться перед мнениями экспертов и считать себя чем-то вроде их, вернее, чем-то вроде высшей касты. Это не так. Очень много, слишком много случаев, когда одни и те же люди, даже комиссии целые в музеях, сегодня это определяет атрибуцию художнику А, а завтра художнику Б, а послезавтра опять этому же художнику А. Об этом тоже можно будет поговорить отдельно. Значит, теперь мы разобрав вот эту беду с искусствоведением, мы понимаем, что для нас, для всех, для коллекционеров, если так, ну или просто для людей, которые не горят, не живут вот этой страстью коллекционирования, а просто как на рыбалку мы ходим для развлечения, то я рекомендую всем, в общем-то, это дело увлекательное, замечательное, время поездок, не брезговать, теперь вы знаете, куда идти, что делать, а как это делать, мы сейчас рассмотрим. Вот. И старые, работы старых мастеров и работы новых мастеров, так как заявлено в лекции, в теме лекции, как отделить произведение искусства, как отличить произведение искусства от подделки, не подделки, а подделки. И те, и другие должны соответствовать по идее некоему определению. Это определение должно дать нам дефиниции, что такое произведение искусства, А что такое непроизведение искусства? Ну то есть чем произведение искусства отличается от непроизведения искусства? Исчерпывающего определения вот этих двух, вернее, этого понятия не существует. И поэтому я взял то, которое находится в Википедии, и предлагаю его вашему вниманию. Оно неплохое. Значит, произведение искусства или художественное произведение – это объект, обладающий эстетической ценностью. Это материальный продукт художественного творчества, сознательной деятельности человека. Понятие произведения искусства включает в себя произведение изобразительного искусства, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, фотография и другие. Вот теперь давайте посмотрим на это определение повнимательнее. Прежде всего, произведение искусства – это материальный продукт художественного творчества. Материальный продукт художественного творчества. Недавний случай. Современная художница, актуальная. Значит, вот это на одной из своих, так сказать, мероприятий. Она угощала или вином людей, ну и туда в это вино была добавлена менструационная кровь. Это люди, в принципе… Позднее она объясняла тем, что это был объект искусства и что гости, если его выпили, это их дело. А табличку никто не прочитал. Просто приняли как угощение. То есть вот этим актом, как вы понимаете, это был сознательный акт для вызова определенных эмоций. И вот эти вот эмоции, которые были вызваны, вполне предсказуемые. Это не произведение искусства по этому определению. Вот что я хочу сказать. Это не материальный объект. Понимаете? Поэтому эмоции к произведению искусства не относятся. Значит, следующее. Произведение искусства – это объект, обладающий эстетической ценностью. Очень важно. Что такое эстетическая ценность у объекта? Вот смотрите, здесь вот за этой строчкой скрыт колоссальный смысл. Мы воспринимаем произведение искусства через призму своего менталитета. Мы его воспринимаем от художника. Но если зрителя не будет, не будет произведения искусства. То есть зритель в данном случае, отсюда два вывода. Зритель в данном случае не менее важен, чем художник. Вот если бы не было на планете Земля других зрителей, был бы один единственный зритель и Леонардо да Винчи. Так вот, этот единственный зритель, он был бы не менее важен для Моны Лизы, чем сам Леонардо да Винчи. Потому что все искусство, по идее, оно возникает у нас, происходит у нас, грубо говоря, в голове, соответствует нашему менталитету. Отсюда из этой точки несколько следствий. Например, следствие такое. Вот современное искусство, или искусство актуальное, или искусство новых мастеров, оно говорит с нами на нашем языке, оно соответствует нашему менталитету. И оно вызывает вот эти эстетические чувства сильнее и проще, чем старое искусство. Понимаете? Отсюда мы видим, что чаще всего люди, как приходят к пониманию искусства, они сначала увлекаются импрессионистами. И только потом от импрессионистов они идут как к актуальному искусству, концептуальному, так и к старому искусству, к мастерам. И только после значительной работы над собой, и значительной настройки своего ментального аппарата, они в состоянии понять старое искусство, начинают им интересоваться этим старым искусством, и старое искусство у них находит отклик душе, эстетический. Да, действительно, среди старых мастеров, например, такой, как Боттичелли, он и сейчас формирует наши эстетические привязанности или наш эстетический вкус во многом. Если бы не было Боттичелли, сегодня вопрос женственности выглядел бы, может быть, по-другому, потому что Боттичелли во многом сформировал некоторые такие узловые понятия, которые сегодня мы связаны с женственностью, с тем, что фемина. Я не знаю, если я четко и достаточно выразил свою мысль. Но вот такие вневременные, такие старые мастера, которые и сегодня способны говорить старым оттуда, из глубины веков, это не просто шедевры, это супершедевры. Если вы видите на старом произведении, который для вас с вами начинает говорить, который несет вам отклик, вы должны обязательно на него обратить внимание. Это что-то вневременное, это что-то космическое, это что-то значительное. Далее. Поскольку мы воспринимаем произведение искусства, и причем мы воспринимаем его неизбирательно. Вот мы знаем, например, Леонардо да Винчи гей. У меня была отдельная лекция на эту тему, как раз ЛГБТ-сообщество флорентийское. Я как раз хотел снять вот этот болевой комплекс, убрать его, потому что во Флоренции большинство мужского населения было теми, кому мы сегодня принято называть геями. Так вот, мы воспринимаем, когда мы какое-то произведение искусства видим, мы его воспринимаем, информацию о нем во всей его полноте, в том числе информацию о личности его автора, о том, где оно было сделано, при каких обстоятельствах, обстоятельствах, и массу других вещей, которые не относятся к произведению искусства непосредственно к этому шедевру, к его, так сказать, эстетической части. Наш мозг так устроен, что мы воспринимаем его целиком, мы не можем фильтровать информацию. Да, вот мы воспринимаем, мы это не воспринимаем, мы воспринимаем все целиком. Отсюда же еще одно поучение, это все, я рассуждаю всю на тему определения произведения искусства. Отсюда же еще одно поучение. Если человеку не сказать, что перед ним копия, то он этого и не заметит. Он получит ровно такую же порцию эмоций, и чар от этого произведения, говоря таким красивым языком, как все равно, что он смотрел бы на подлинник. Вот доказательства этого тезиса. Перед нами две работы Леонардо да Винчи. Одна находится в Лондоне, другая находится в Лувре. Одна копия другой. Вот очевидно, они же не одновременно были произведены. И обе воспринимаются как оригинал. И сейчас вообще эта тема модная. Авторские копии, так называемые, авторские повторения называются правильно. Не копии, авторские повторения. Так вот, я за то, я отступаю сейчас несколько тем, я за то, чтобы, поскольку копия точно так же влияет на человека, точно так же влияет на его мозговой аппарат, если только он или готов с этим смириться, или он просто не знает о том, что это копия, как и оригинал, то я считаю, что все произведения старых мастеров в принципе должны быть в музеях. Это их, это общественное достояние, они должны быть в музеях, они должны не находиться в частных коллекциях, потому что частные коллекции вполне могут обойтись и копиями. И более того, и даже в музее ничего такого плохого нет, это в копиях. И в конце концов, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, он именно рождался и был зарожден как музей копий. И то, что он стал сейчас одним из величайших музеев мира, это все-таки никак на него не повлияло вот это вот его условие рождения как музей копий. Это все, еще раз говорю, это мы разбираем произведение искусства, определение произведения искусства. Еще одна. Это продукт сознательной деятельности человека. Глубочайшие строчки это продукт сознательной деятельности человека. Сейчас рисуют слоны, рисуют обезьяны, и самое главное, есть такой абстрактный экспрессионизм. Что такое абстрактный экспрессионизм? Разными предметами или, скажем, телами, или без таковых человек просто разбрасывает по холсту или по другой поверхности какую-то, скажем, краску или как-то смешивает. Если в этом есть сознательная деятельность, то это можно еще рассматривать как произведение искусства. Если в этом сознательной деятельности нет, произведение искусства по этому определению, которое я вам сейчас диктую, отношения не имеет. Это продукт сознательной деятельности человека. То есть животное, вот, например, это конга, это обезьяна, фотографии ее реально, она любит рисовать в зоопарке в этом, рисует не только вот шимпанзе, рисует еще слоны, но тем не менее произведением искусства мы это не можем назвать. Это интересные вещи, они, по-моему, там продавалось даже за 60 тысяч фунтов стерлингов и одна из ее работ, мне кажется, если я не могу ошибаться. То есть это продукт сознательной деятельности человека. И самое главное, это продукт деятельности человека для человека. То есть произведение искусства это наш хьюман между собойчик. Вот мы с вами мутируем в андроидов. Объективно говоря, у нас уже, мы уже себе не мыслим не мыслим в свое существование без смартфона, мы не мыслим в свое существование без интернета, без доступа к большим объемам данных, без какой-то современной вот этой нашей то, чем у нас, что нам дает прогресс, сеть и распределенность, блокчейн в конце концов, я не знаю. Мы уже с точки зрения человека ренессансного, мы уже коррумпированы, мы уже не полностью люди. А что будет дальше? У нас будет улучшенное зрение, у нас будут другие суставы, у нас будут улучшенные органы чувств, у нас другая память будет. Мы будем иначе видеть, быстрее бегать, больше понимать, но мы будем, у нас будет вкрапление, мы срастаемся с искусственным интеллектом. И к чему это приведет? Мы не знаем. Этого пути человечество еще никогда не проходило. Но, по крайней мере, у нас есть эталон на этом пути. Мы себя всегда можем сравнить, насколько мы хьюманы. Это, взяв за отправную точку эталон, именно произведение искусства, потому что произведение искусства, это они сделаны людьми, для людей, от хьюманов к хьюманам. Инопланетяне, здесь нет места для инопланетян, андроидов или животных. Это человек для человека. Это наш эталон. И это очень важно. Потому что, если через 20 лет все мы будем получать безусловный доход, потому что не будет работы, работать и роботы будут, мы будем получать безусловный доход, так вот, право на этот безусловный доход будет у хьюманов, а не у андроидов. И доказать, что ты не андроид, это тоже будет тема. По крайней мере, сейчас уже серия законов, которые принимаются в Великобритании, именно направлены на то, чтобы определить законодательно, где кончается хьюман, начинается андроид. Так вот, я, с моей точки зрения, вижу только один эталон, камертон, с которым мы можем себя связать. Это вот произведение искусства. Далее, еще раз, мы полностью его разобрали, ничего не забыли. Если что-то забыли, то вы мне скажите, подскажите, мы к этому вернемся. Я увлекся, правда, мне самому эта тема очень меня увлекает. Так вот, теперь давайте оценим, как мы, вот, мы теперь все с вами знаем, вот это все поговорили по теории. Теперь мы смотрим на произведение искусства и хотим понять, хорошее оно или плохое, как вот его оценить. И мы смотрим на произведение искусства старых мастеров в настоящее время. Значит, все сложное должно разбиваться на более простые части. Так вот, более простых частей три. мы смотрим на рисунок, на светотень и на интеллект. Идеал рисунка светотений и интеллекта это вот эта работа Джаконда. Нет ничего в человечестве, с моей точки зрения, нет ничего у человечества лучше, чем рисунок Джаконды, светотень Джаконды и интеллект, с которым сделана эта работа. И сам Леонардо да Винчи, когда он эту работу создал, он с ней больше не расставался никогда. Он понимал, что он никогда в жизни уже не сможет создать ничего подобного. И вот это последнее, о чем я хочу сказать, возвращаясь к определению. В работе каждого художника, это не мое определение, это определение Янсена-Янсена. Так вот, в работе каждого художника, если это произведение искусства, то должно там быть следы вдохновения. Божий, Божий Дух там должен быть. Эта работа, она должна превосходить ожидания самого автора, она должна удивлять его самого. В ней должно находиться нечто большее, то, что сам этот человек своим умом не мог выкалькулировать и представить себе. Вот это вдохновение. Я, кстати, всем рекомендую эту книгу и просто для развития собственного кругозора и своего культурного платформы. Это Янсен и Янсен. По-моему, называется «Основа изобразительного искусства». Эта книга в 92-м году была переведена, она есть в интернете, ее можно бесплатно прочитать, скачать. Замечательная книга, написана очень легким языком и она очень структурирует взгляд на изобразительное искусство и его некоторые определения не просто завораживают своей изящностью и своей глубиной. Так вот, вернемся теперь. Как я уже сказал, у нас есть рисунок, у нас есть светотень и у нас есть интеллект. Каждый из этих пунктов мы должны разобрать отдельно. Что такое хороший рисунок? Ну вот здесь, например, хороший рисунок, но Сандро Боттичелли отличался, считалось, что у него слабая или плохая светотень. Поэтому Сандро Боттичелли в 19 веке вообще не любили, его даже в Уфице не брали. У него работа рождения Венеры находилась в Академии художников, ее изучали в процессе подготовки художников, а в Уфице она поступила гораздо позже. Считалось, что Сандро Боттичелли это некая переходная такая ступень между средневековьем и Ренессансом, его даже к Ренессансу не причисляли. Сегодня мы на него смотрим совсем другими глазами. А причина в чем? Причина в том, что у него хороший рисунок, но плохая светотень. Мы к этому вернемся. Вот еще одна светотень. Это уже Караваджо. Вы видите, насколько она отличается, эта светотень, от светотени, которая у Леонардо да Винчи. У Караваджо тени глубокие и такие вот, как говорят, он рисует, писал светом, то есть он только некоторыми освещенными поверхностями создает образ и глубину. Так, я ищу, мне не хватает одной работы, видимо, она у меня проскочила. Извините, пожалуйста, я хотел наглядно показать хороший рисунок и его по какой-то причине он мне сюда не попал. Ну хорошо, придется мне на этом объяснить. Так вот, что такое хороший рисунок. До середины девятнадцатого века, начиная еще с фараонов, начиная еще с шумерской культуры, оставался один главный тренд. Конечно, у нас были девиации на византийское искусство, духовное такое, манера грека, как его итальянцы называют, но оставался один тренд. Как можно ближе к природе, как можно более похоже на природу. И поэтому изобразить на плоскости трехмерный объект, а в трехмерном объекте скульптуре, например, изобразить жизнь очень сложно. Крайне сложно. Для этого, кроме желания, кроме взгляда, кроме вдохновения, требуются навыки, мастерство, для этого требуется наука. Как это сделать? Технически, какими примерами, как создать иллюзию на плоскости, иллюзию трехмерного объекта. И вот этому художники учились очень долго. Потому что вытянутая вперед рука требует для того, чтобы ее правильно изобразить, ты должен учесть перспективу, то есть все пропорции этой руки ты должен их изменить. И чем сложнее жест, тем сложнее тебе эти пропорции рассчитать. А вершиной искусства рисунка считается изображение тела в движении. Поэтому, если вы видите, что все члены у фигуры изображены пропорционально, поза естественная, движение естественное, вы ему верите. Если, скажем, человек поднимает тяжесть, вы видите, как он напряжен, какая у него структура, вы сразу видите, насколько это вещь, которую он пытается поднять, насколько она тяжела, или наоборот, насколько она там легка. Так вот, если художнику удалось изобразить в сложном ракурсе фигуру, и в движении, вы видите это движение, видите эмоции в случае вот того головы волхва, который мы разбирали выше, то это хороший рисунок. Конкрас это мы видим у Сандро Боттичелли, потому что его Вазари называл очень хорошим рисовальщиком. Действительно, мы видим эти фигуры всех движений, мы этому движению верим. Пропорции верные. Мы видим, что никто из них, ни одна из этих фигур не статична. В то время, как, кстати, Леонардо да Винчи был теоретическим противником статичности в образах и практически ненавистником этого греха. Поэтому вот то изображение Сальваторо Мунди, которое якобы купил Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев, оно статично. И уже поэтому оно не отвечает критерию хорошего рисунка. А Леонардо да Винчи плохих рисунков не делал. Что такое хорошая светотень? Хорошая светотень, ну вот, наверное, вершина светотени это после Леонардо да Винчи, это уже начало 17 века, это Караваджо, это вот. То есть мы, что такое светотень? С помощью игры светлых поверхностей и темных мы видим выпуклость и объемы. И мы видим, можем даже определить расстояние, нам кажется, вся эта группа, насколько она, как она распределена. вот это искусство светотени, оно недостаточно было понять, что что-то надо делать светлым, а что-то надо делать темным. Набор пигментов и красок был достаточно ограничен у художников, и поэтому вообще цвет на объекте отражения от других объектов, освещение, особенности спектра освещения дает очень-очень большие девиации. И поэтому для того, чтобы правильно изобразить, вот так обмануть наш глаз, для этого требуется колоссальное мастерство, не просто желание художника, но еще знание красок. Нужно понимать, что с чем смешивать, что как показывать, потому что не всегда темный, это темно-серый. Нужно дать темно-зеленый, например, там, где казалось, все у тебя, логика у тебя в голове мешает этому, но ты должен знать из опыта предыдущих поколений и собственных знаний из школы, что ты просто должен против своего желания использовать такие пигменты неожиданные для того, чтобы создать правильный цвет, правильное решение на плоскости светотеней. Так вот, плохой рисунок — это когда фигуры изображены непропорционально и когда фигуры изображены статично. плохая светотень — это когда вы не можете определить источник света и вы видите, что фигуры, что вы не верите рельефу, созданному игрой тени и света. Это плохая светотень. Если у вас и то, и другое хорошо, это означает, что, по крайней мере, вы имеете дело с хорошим ремесленником, который знает свое дело, и ему остается только пожелать вдохновения, и, соответственно, если этот человек достиг такого мастерства в ремесленном, так сказать, своем труде, то тогда этот человек не станет тратить, чаще, ну, я имею в виду, о ренессансе речь идет, что этот человек не станет тратить свой труд и свое время на производство или на изготовление пустой поделки. Он туда вложит интеллект. Нам интересны картины, в которых есть загадка, в которых есть смысл, в которых есть что-то, над чем мы можем поразмышлять, что-то такое, что привлекает наш взор своей недосказанностью, невысказанностью, какой-то тайной. Ну, вот, посмотрите здесь. Одна из величайших картин, это уже Веласкес. Здесь большинство из нас не знает смысла этой картины, но тем не менее это шедевр. Конспирологи говорят, что возле этой картины представители Габсбургского дома проводят посвящение в некий орден аристократический, который действительно действует и сегодня. И вот эта процедура посвящения требует посвящаемого присутствия физического перед этой картиной и присутствия в этот же момент главы королевской семьи. Не просто членов, а главы королевской семьи. В прошлом это был король Хуан Карлос, а сейчас это король, по-моему, у них Филипп. Таким образом, если мы видим фотографию, стоит возле этой картины глава Габсбургского дома и какой-то не глава Габсбургского дома, какой-то гость, и на фоне этой картины у них групповой портрет, то конспирологи утверждают, что это как раз процесс посвящения, то есть свидетельство о посвящении. То есть эта картина непростая. И вот эта непростота этой картины, она привлекает, пытается ее разгадать, они думают, они говорят, они не знают, она притягивает взор, она для нас она с нами коммуникует, потому что в ней есть какая-то загадка. Но загадка здесь такая, что давайте мы ее сразу назовем, вот эта картина, она называется Менины сейчас, но вообще сам Веласкес ее называл семья. Это действительно семья, потому что в центре здесь аллегорически изображена девочка Сара, это по тайной легенде, которая бытовала в определенных кругах, это Сара, это дочь Марии Магдалины, Иисуса Христа, вот, в руках у нее красный кувшинчик, это Святой Грааль, вот этот вот человек, Карлик, у него есть свое имя, потому что это реально исторический персонаж, но поскольку он Карлик, это Пипин Короткий, который отобрал власть у Мировингов, то есть это династия Мировингов, у которых вот эти злобные, Пипин Короткий его последователи, потом там был и Карл Великий, и другие Великие Короли, но тем не менее это злодейство, что Каролинги отобрали у Мировингов власть и трон в Европе, и вот наступают тяжелые времена, поэтому люстр здесь нет, темные времена, вот вся эта картина вот такая она аллегорическая, нам интересно это узнать, там должна быть стори в этой картине, вот три пункта, по которым мы отличаем шедевр, рисунок, светотень, интеллект, а теперь давайте практическое занятие, вот это вот, что это у нас такое, как вы думаете, вот это тоже работа из моей коллекции, вот она не реставрирована, она куплена так тоже за небольшие деньги, вот такая картинка, извините, я еще перескочил, значит, еще одна необходимая деталь, вот, как я уже сказал, существовала общая тенденция развития изобразительного искусства до 19 века, в середине 19 века появились импрессионисты и критерии перестали существовать, вот стало можно все, вот в этом состоялся перелом, но до тех моментов, до того момента, когда стало можно все, существовали очень жесткие критерии, по которым развивалось изобразительное искусство и по которым оценивалось это изобразительное искусство. Так вот, абсолютных вершин в рисунке, светотене и интеллекте изобразительное искусство достигло к началу 16 века. В этой связи мы цитируем три имени, чтобы их запоминать. Это Микеланджело, это Рафаэль и Леонардо да Винчи. Вот три имени, которые абсолютную вершину образуют для старых мастеров, так по крайней мере считается, и я с этим солидарен. Отсюда какой вывод? Это означает, что если мы находим произведение искусства, которое произведено раньше, когда состоялась эта вершина, то есть раньше начала 16 века, то мы должны брать поправку, вот как Боттичелли, например. То есть мы должны соотнести его с временем и понимать, что художники еще не нашли все ответы на свои вопросы, еще не достигли вершины, они находятся в процессе поиска. И поэтому произведение 13-14 века, оно выглядит не так еще, ну Джотто, например, он проигрывает, если его сопоставить, например, с Леонардо да Винчи вот по этим формальным признакам. Но тем не менее этот Джотто, он работал в 14 веке, он работал за два века до того, когда изобразительное искусство достигло своей вершины. И поэтому у него есть ценность. Опять же, если мы видим произведение искусства, которое было создано уже после этой вершины и видим, что оно деградировало, ну соответственно мы делаем выводы по отношению к вершине изобразительного искусства. Отсюда вывод, опять же, что мы, когда рассматриваем произведение искусства, мы его должны каким-то образом датировать. Для того, чтобы соотнести мастерство, мы должны соотнести его с периодом, с тем периодом, в котором оно было создано, это произведение искусства. Как нам датировать, если мы, в общем, профаны в этом деле? Ну, проще всего прически, одежда. Если некоторые считают, что они могут это сделать по кракелюрам, то есть трещинам, это действительно возможно, но это очень обманчивая штука, она обманывает даже профессионалов, потому что для того, чтобы правильно определить возраст по кракелюрам, нужно быть очень хорошим материаловедом, чем большинство искусствоведов похвастаться не могут. Поэтому, вот я бы оценка, которую мы можем сделать по времени, это по прическе, по одежде. Мы все интеллигентные люди, мы читали массу исторических романов или литературы исторические, мы представляем себе, как люди одевались, как они выглядели, как они себя вели, какая у них была бижутерия и так далее. Вот, с этими оговорками приступим к практической работе. Вот перед нами произведение. Вот мы о нем ничего не знаем. Вот так вот видим его. Он висит у нас в салоне антикер, то есть на антикварном салоне и вот нам надо понять, что это такое. Хорошее оно или плохое? Мы видим, что это рисунок хороший. Что? Смотрите, какие у нее руки там. Все очень естественно. Светотень. Ну что, ну светотень несколько формальное. Видим, что все-таки она такая работа не отличается особой изысканностью в области светотени. Ну а что касается интеллекта, то мы сразу же с вами понимаем, что раз тут жемчужина, здесь кубок, дама, служанка, речь идет о том, что, ну жест, это идет о иллюстрации истории Клеопатры и жемчужины. То есть у Клеопатры возник со своим, с Марком Антонием спор о том, сможет ли она пообедать или просто съесть на колоссальную сумму. Римлянин все-таки предполагал, что она проиграет спор, но она взяла жемчужину, растворила ее в вине, выпила это дело и тем доказала, что она еще не то может. Поэтому вот здесь изображена вот эта вот история. Но поскольку тут можно предполагать здесь такой вот куртуазный легкий двойной подтекст в этой картине, но с другой стороны не просматривается какого-то здесь очень глубокого такого смысла. для того, чтобы ее вполне воспринять, нам нужно ее оценить. Вернее, оценить время ее создания. Мы по одежде и по прическе, я думаю, что многие из вас для этого не надо быть специалистом в области изобразительного искусства. Мы сразу понимаем, что это конец 17 века. Правильно? Ну, прическа, платье. Конец 17 века. А теперь надо знать, иметь определенные знания в области истории искусства для того, чтобы сделать следующий вывод. Конец 17 века. История о Клеопатре. Очевидно, что портрет персонифицированный. То есть лицо у нее не... Это не лицо модели какой-то абстрактной Клеопатре. Это, скорее всего, конкретный исторический персонаж. Исторический сюжет. Все вместе собрав, мы понимаем, что это картина, которая относится к так называемому высокому жанру. Дело в том, что сначала уже в 17 веке существовало разделение с начала 17 века, не с начала, а с середины 17 века и до 19 века существовало разделение всей живописи на жанры. Так вот, я по памяти не смогу, поэтому я прочитаю цитату, потому что это определение принадлежит, сделано в 1667 году и принадлежит Андрею Филибьену. Так вот, что он об этом сказал. «Тот, кто изрядно пишет пейзажи, стоит выше пишущего единственные фрукты, цветы и раковины. Тот, кто пишет живых животных, ценится больше, чем рисующие лишь мертвые и неподвижные вещи. И коль скоро образ человеческий есть самое совершенное творение Бога на земле, столь же несомненно, что тот, кто становится подражателем Божьим и изображает человеческий образ, делается превосходнее всех других». А теперь внимание. Художник, делающий лишь портреты, еще не достиг того высокого совершенства искусства и не может претендовать на честь, которую получают наиболее умелые. Для того потребно ему перейти от единственной фигуры к представлению крупно нескольких должно обратиться к истории и баснословиям древних. Надо бы представить великие дела подобно историкам или предметы приятные подобны поэтам и поднимаясь еще выше при помощи композиции аллегорических надлежит уметь скрывать под покровом баснословия добродетелей величайших мужей и возвышеннейшие из таинств. То есть о чем идет речь? Существуют портреты так называемого высокого жанра. Вот эти портреты высокого жанра отличительная особенность этих портретов высокого жанра они должны были изображать портретируемый персонаж в историческом интерьере или мифологическом интерьере. И обратное верно. То есть никому из богомазов не разрешалось изображать такого рода портреты. Это нужно просто знать. Поэтому мы когда идем мимо мы сразу для себя делаем вывод что мы видим средней руки и портрет такой. Но тем не менее по своему формату и по своим характеристикам это портрет высокого жанра. То есть это портрет какого-то из высоко придворных художников. Соответственно имеет смысл посмотреть что это за персонаж. Находится моментально. Для этого нужно просто глянуть сейчас когда у нас интернет в руках мы для этого находимся моментально кто это такой. Вот эту женщину ее зовут Генриетта. Это жена это кузина Людовика 14 жена его брата которого звали Месье ее звали Мадам. Но еще прозвище у нее было Минетта у этого персонажа. Она была очень умна хороша это дама королевских кровей она из Англии родом и она была по одним данным отравлена по другим просто умерла но тем не менее она умерла в такой момент когда ей нужно было умереть из политических соображений. То есть это реально очень сильный персонаж французской истории. Но тем не менее мы очень легко можем его установить по тем признакам о которых я вам сказал но тем не менее мы видим что вот насколько этот портрет о котором я говорю насколько он слабее вот этого портрета кто автор Миньяра это Пьер Миньяра вот этого портрета. То есть эту работу нельзя назвать шедевром но ее можно назвать очень интересной. Теперь я хотел бы приступить к выводу. О произведениях современных и актуальных художников заботятся арт-критики и если мы будем об этом говорить нужно еще по крайней мере 15 минут сейчас мы ровно полтора часа длится лекция я думаю что если будут вопросы я постараюсь на них ответить если смогу если это будет в рамках моей компетенции поэтому я вот эту лекцию закончу выводом по старым мастерам покупка старых мастеров это как я уже сказал результат развитого развитого человека результат усилий человека с развитой культурой с таким уровнем культуры и восприятием который позволяет ему их понимать если только эти старые мастера покупаются для себя проще если декорировать дом или обустраивать дом проще не старыми мастерами а это мое личное мнение новыми мастерами но если дать себе труд углубиться прочесть несколько книг вот первая которую я вам сказал я рекомендую это каждому это Янсен и Янсен если дать себе труд то вот эти старые мастера заговорят с вами вы увидите вы услышите их вы начнете их понимать так вот покупать старых мастеров надо не обращая внимания ни на какие можно знать о том как они оцениваются специалистами экспертами но важно слушать их и нужно старые когда вы покупаете старых мастеров их нужно покупать по крайней мере процентов на 30 с сердцем если они говорят с вами если вы находите находят у вас отклик если они вам грубо говоря доверяют то это вещь мимо которой вы не пройдете она сама вас захватит сама вас ударит поэтому искать их легко и покупать тоже а все остальное вот в общих рамках я вам уже рассказал спасибо я сейчас отвечу на вопросы ну вот весь мир я хотел задать вопрос вопрос был в чем динамика картины монолизы давайте посмотрим это не мои слова весь мир обсуждает ее загадочную улыбку а вот улыбка это динамика на лице это эмоции это полуулыбка это намек на улыбку поэтому это настолько банальная так сказать оценка что в соответствии глаз ее мимики глаз в соответствии губ в соответствии щек ее позы вот это ответ на ваш вопрос но я пойду немножко дальше мы сейчас это мартин кэмп все еще утверждает что это женщина но вообще мне кажется уже большинство людей понимает что это салай и монолиза это анаграмма салай монсалай то есть это мужчина в этом ее загадка и поэтому вот эта вот улыбка она лукавая и мы вот видим ее позу ее разворот вот такой контрапостальная поза в этом ее движение спасибо большое за лекцию интересную хотел спросить вот вы как-то обмолвились в предыдущих лекциях что как правило все работы старых мастеров имеют интеллект то есть это было как общепринятый такой момент у меня вопрос насколько часто отсутствует интеллект в работах старых мастеров и например можно ли сказать что ученики например каких-то серьезных живописцев вот этим вот или вот он даже молодой начинающий все равно он старался туда какой-то смысл глубокий поставить спасибо вопрос понятия но вот я приведу пример с картиной Караваджа Матфей и Ангел который ему указует что писать вот Караваджа сделал интеллектуальную вещь а монахи у него не приняли перерисовывай ему пришлось сделать попроще то есть художник он не творит в вакууме он все-таки выполняет какие-то задачи слава богу что вот после чумы у нас и монахи были другие то есть очень такие толерантные и open-minded то есть с широким с широким кругозором поэтому они принимали работы потому что в монастыри же были заказчиками очень часто произведения искусства поэтому они принимали работы двусмысленные трехсмысленные но все-таки случались такие вещи когда монахи не желали видеть ничего что отличалось бы от канона это первый случай второй у Боттичелли у того же огромное количество бессмысленных работ он расписывал сундуки он расписывал Мадон писал без всякого подтекста но на них смотреть невозможно ну да Боттичелли но скучно а зато у него есть несколько работ вот это вот рождение Венеры Паллада и Кентавр Прима Вера которая здесь фигурировала потом суд Париса не его Париса клевета клевета вот эта работа где со слиными ушами клевета Апеллиса то есть даже у Боттичелли есть работы бессмысленные когда я говорю что старые мастера все они работали со смыслом то наверное ну или эта фраза как-то в контексте была поправлена то есть скорее всего она была не так вот однозначно черно-белая потому что если эту фразу сказать что все значимые шедевры имеют интеллектуальный подтекст тогда эта фраза более корректно звучит чем все шедевры имеют интеллектуальный подтекст вот так да пожалуйста вот вы сказали что на разбор актуального современного искусства нужно еще 15 минут то есть это как бы вы считаете проще скажем так чем по работам старых мастеров и как бы не о чем особо говорить нет я бы не сказал такой вот так вот пежератив просто потому что смотря каких о каких мастерах мы ведем речь ну вот стрит-арт например я не знаю сейчас жив этот стрит-арт и получил ли он развитие свое но в определенный момент вот скажем в начале 2000-х годов мы не можем сказать что стрит-арт у нас уступает чем-то старым мастерам и по своей и по своему эстетическому решению и по своему интеллектуальному наполнению они очень значимы потому что вот можно сравнить со словами Вазари который говорил что некоторые художники вот они наброски делают легко я извините дословно не цитирую просто смысл такой что а потом когда они начинают делать картину по этим наброскам вот эта легкость уходит и картина становится становится тяжелой поэтому вот как раз стрит-арт вот эта легкость она сохраняется в хорошем стрит-арте и вот эта ценность что у старых мастеров что у новых мастеров она одинакова поэтому я когда говорил 15 минут я за 15 минут сложил бы с себя ответственность по многим вопросам я бы сказал ну что это к этому обратитесь а это к этому обратитесь это не ко мне потому что я все-таки историк искусства а не арт-критик но если говорить есть такой вот интересный феномен связанный с с новым с актуальным искусством вот смотрите оно стоит оно стоит дороже старого вот оно иногда в разы какая-то каляка-маляка с нашей точки зрения она стоит в разы дороже чем произведение там великого мастера какого-нибудь который в чем тут дело искусство кроме его функции вот коммуникативной у него массовое изобразительное искусство масса функций есть коммуникативная функция и так далее но это еще есть она выполняет в определенную роль вложение капитала так вот если старое искусство может быть опровергнуто подвергнуться реатрибуции то актуальное искусство опровергнуто быть не может потому что там нет критериев вот вы видите каляку-маляку а авторитетный критик выразил общее мнение или свое собственное навязал мнение общему народу он сказал что это шедевр и он стоит там сто миллионов и вот это поколебать уже невозможно вот такое с одной стороны это эфемерное заявление такое субъективное а с другой нет с другой стороны нет инструментов чтобы это заявление каким-то образом опровергнуть вот скажешь вот подумаешь у тебя одна нога короче другой ну что я так вижу я закончил в хотимас вот поэтому нету ничего ты не можешь сказать такого чтобы опровергнуть почему вот у тебя уорхол должен стоить столько вот например поэтому с точки зрения инвестиций инвестиций вот в это искусство в актуальное или в современных мастеров иногда оказывается более выгодным и более стабильным чем инвестиции в старых мастеров которые казалось бы нам с первого взгляда это более такие ценности неприходящие но они эти ценности на поверку поскольку существуют критерии на основании которых это может быть произведена реатрибуция может быть изменена стоимость этой работы там они менее надежны чем инвестиции в искусство актуальное вот мне кажется это очень интересно Олег спасибо Олег вопрос такой мы провели границу между старыми и новыми мастерами 19 век но вот в музее например можно видеть между 13 и 14 веком колоссальную разницу вот что у них там случилось там 15-16 я не отличу а 13-14 просто как разные планеты а все понятно спасибо но она чума перевернула страницу люди это вот люди были божьи божьи дети и богу молились а потом мне сказали слушай ну я выжил а все умерли они стали заново выстраивать свои отношения с богом и так появился гуманизм и что такое гуманист гуманист это безбожник есть мы уже говорили несколько раз на прошлых лекциях но есть такие гуманисты которые собаками травили детей это именно проявление гуманизма потому что он говорил да душа бессмертна я бога нет я я гуманист есть хорошие гуманисты есть плохие и по сути ничего страшнее чем гуманизм нет гуманизм привел вот такая позиция она и привела к появлению ренессанса когда человек отделился отделился от бога стал личностью ну это классика вот дискурса на эту тему еще вопросы можно а подскажите можете назвать литературу способную помочь разбираться в современном искусстве его оценке нет а куда обратиться вообще какие-то информационные источники интернет все знает там очень много информации конкретнее это арт критики они по другому живут но вот есть такой фейгин вот он написал книгу записки арт дилера попробуйте прочесть я засыпаю на восьмой минуте но много раз пытался и рекомендую но он действительно великий арт дилер он работал и со старым и с новым искусством ну просто так написано что ну продраться через это трудно но если у вас может пойдет вот это мое субъективное мнение возьмите его вот он классик вот фейгин записки арт дилера это называется прочтите эту книгу если вы сможете по-моему она даже не знаю она переведена или нет на русский по-моему на английском только но зато доступно спасибо и потом вот еще это интересная тема на самом деле вот возьмите ну впрочем на следующей лекции оставим оставим извините еще вопросы спасибо большое за лекцию у меня вопрос вы сказали то что церкви заказывали большинство картин у старых мастеров и вопрос в том сможет ли человек который не верит ну атеист или просто не верит в бога по своим причинам оценить картины старых мастеров так же как может человек который имеет веру в 21 веке конечно может потому что вообще в ренессансе манеризм все художники значимые были вообще еретиками они были все еретиками поголовно одни латентными другие проявленными поэтому да и сам папа римский был еретиком вот лев десятый у него у него выражение известно ему приписывается по крайней мере и это похоже на правду когда он сказал он здорово послужил нам этот старый миф о Иисусе Христе вот то есть вопрос веры если в этом вопросе существует контекст откроет ли Господь каналы зрения мне чтобы я увидел сердцем какую-то мысль дивную которая вложена в произведение искусства то вполне вероятно что религиозный экстаз позволит в чем-то такое что-то такое увидеть и состояться но я как историк искусства я стараюсь все-таки держаться объективных методов познания поэтому мне интересно воспринимать изучать вот это вот явление с точки зрения человека даже материалиста то есть понимать почему вот это вот почему этот цвет вот так на нас действует почему вот это вот эта поза о чем она говорит какой тут инструмент манипулятивный использован потому что ведь это же иллюзия вот чем занимаются художники они занимаются обманом изначально они ведь вот этой же женщины здесь нет это же краска и нету трехмерного пространства это здесь двухмерное пространство они обманывают наш глаз они учатся обманывать наш глаз и наш мозг и они у них получается это делать обманывать наш глаз и когда это получается очень хорошо мы говорим браво если я ответил на ваш вопрос спасибо здравствуйте спасибо большое за лекцию Олег было бы очень интересно услышать ваше мнение о времени когда художнику было позволено иметь свободу переосмысления то есть отход от канона потому что раньше оно было подвержено единственным канонам и бесконечному копированию старого спасибо большое вот если речь идет о художниках что когда позволило стало стало можно все то это вот как раз когда импрессионисты появились то есть вообще импрессионисты это же было если я потому что этот вопрос можно понять двумя в двух ключах когда художнику стало возможно все и второй когда человек стал мыслить свободно вот ну это началось еще с Джотто даже раньше потому что Джотто ну Джотто даже даже его да ну пожалуйста Джотто да вот сейчас тот цикл Таро по которым я делаю по Таро а Джотто же был современником тамплиеров и очень интересно получается что многие вот эти работы образы которые мы встречаем на изначальных картах Таро они находят свое отражение в работах в работах Джотто а Таро это что это же фига в кармане там же все иносказательно там все там все не так как и вот то Таро те карты которые мы с гадалками там гадаем себе судьбу на Таро эти карты лишь порождение или развитие или девиация от тех изначальных картах которых была совсем другая функция и вот когда мы посмотрим на вот эти вот функции тех карт старых Висконтис Форца которые древнейших карт которые на нас зашли мы видим что они абсолютно европейские и мы видим что они свободомысленные это гностическая ересь это тайные знания вот эти которые скрывались и оказывается что вот эта гностическая ересь которая совершенно очевидна у карт Таро она вдруг находит очень много перекликается с Джотто то есть мы я Джотто совершенно подозреваю в участии в заговоре вот и соответственно вот вот с моей точки зрения это это мое субъективное я еще эта работа не закончена и это исследование которое по идее крайне интересно само по себе вот но наверное вот ответ на ваш такой это когда тамплиеры набрали полностью силу и вот они повлияли в том числе и на Джотто и вот эта трансформация сознания которая в Европу несли тамплиеры вот эта трансформация сознания отрождилась и на на в живописи а трансформация сознания была колоссальной вот если мы возьмем еще там песню Ролани там никаких женщин нет женщина в это время еще скотина домашняя а уже через некоторое время женщина женщина становится прекрасной дамой не то что плотский контакт а даже без плотского контакта она просто становится прекрасной дамой а ее обожают все что произошло там всего там сто лет что произошло а поменяли перепахали европейское сознание и перепахали как раз тамплиеры и вместе с этим вот не только этот процесс идет он еще вот в изобразительном искусстве шел вот ответила на ваши вопросы все тогда нет вопроса больше спасибо тогда большое спасибо сейчас мне очень приятно спасибо всем кто пришел спасибо спасибо спасибо